Что ж, начнем. Меня представитель, меня зовут Коткин Алексей, я специалист по биоразнообразию и охране природы. Я эколог. У нас много довольно экологов, но у меня есть диплом, где так и написано, эколог, специалист по биоразнообразию и охране природы. Это довольно редкая штука в наше время, потому что, когда я поступал, у нас был первый набор в СПБГУ, и когда я заканчивал, набирали последний набор по этой специальности. К сожалению, специалистов такого профиля, который подходит к комплексам, к вопросам экологии, у нас практически нет. Мой проект, в том числе и сегодняшняя лекция, сделана в рамках проекта «Экологические экскурсии в Петербурге». В этом году я запустил этот проект для того, чтобы выводить жителей города в какие-то интересные природные места, в парки, на ООО ПТ, и там рассказывать о природе. Почему необходимо любить, зачем она, что в ней интересно, почему она ценна. К сожалению, в рамках экскурсии на какой-нибудь местности сложно рассказать какие-то глобальные вещи, интересные проблемы. Поэтому мы решили сделать такой эксперимент и провести серию лекций, посвященные таким важным проблемам. Кто-то считает, что биология важна, но совершенно не считает ее интересной. И это удивительно, потому что биология – единственная наука, которая отвечает на практически все главные вопросы человечества. Молодым людям или школьникам неинтересна биология, но им очень интересно взаимоотношение полов, почему люди формируют пары, что такое дружбы, что такое ревность, что такое эгоизм. И масса самых разных других вопросов. Сегодня мы на самом деле другой вопрос зададим. Он тоже важный, потому что биология, кроме всего прочего, отвечает на такой вопрос, как «Зачем?». Зачем мы сегодня с вами здесь? Зачем мы будем слушать все, что я буду говорить? И вообще, зачем учиться? Когда я был в школе, наверняка, и у вас такое было, многие говорили, «Мария Ивановна, зачем мне учиться? Зачем мне эта формула? Зачем мне знать этот тройной интеграм? К чему это? Мне это в жизни не пригодится». И если у вас есть дети, тяжело родителям объяснить ребенку, зачем ему надо учиться. У нас есть смартфон, у нас есть компьютер и вся информация. Так вот, учиться нам нужно для одной простой вещи. Учиться нам нужно для того, чтобы у нас образовывались нейронные связи. Для тех, кто любит визуальные образы, представьте себе поляну, весну. Только-только пробивается травка, и мы можем спокойно гулять, куда хотим. Мы так гуляем в течение всего года, и постепенно появляются какие-то тропинки. Если мы ходим чаще куда-то в определенное место, появляются дорожки. Потом на этих местах появляются дороги, в конце концов, автострады, по которым можно домчать не только на фишковом, но и на велосипеде, машине и на любом другом виде транспорта. То же самое при обучении происходит в мозгу. У нас формируются специальные нервные связи, по которым потом гораздо проще бегать в нашей миске. Ну а это поле, по которому мы ходили в детстве, оно, конечно же, тоже растет. Появляются трава, кусты, деревья, и в конце концов образуется такой довольно древучий лес, и по нему трудно двигаться, если не было сделано дороги. Поэтому чем больше вы учитесь, чем больше школьники запоминают определение, формула и так далее, тем больше у них нейронных связей. А чем больше нейронных связей у человека, тем он умнее. Ну, может быть, этот факт никак не впечатлеть детей, да и многих взрослых, но умные люди живут дольше. Поэтому такая большая мотивация не только ходить в школу, но и познавать что-то новое. В том числе, я искренне надеюсь и информацию, которую я сегодня буду рассказывать. Ну, так, чтобы не делать вид, что наша лекция довольно научная, сразу перейду к котикам, потому что все любят котиков. Именно это подтверждает огромное количество репостов в соцсетях и фотографий с этими милыми созданиями. Есть одна такая биологическая теория, что любовь к котикам, в общем-то, из-за кошачьих паразитов, из-за токсопазмов. Есть такой паразит у кошек, который, соответственно, заражает мышей, и паразит, попав в мышь, выделяет нейротоксины, специальные вещества, и, соответственно, меняет поведение мышей на прямо противоположное. Они ищут встречу с котами, они не пугаются, а наоборот, бегут к ним и так далее. Соответственно, есть одна из версий, что человек тоже подвержен этому паразитам, и вполне возможно, что этим и обусловлена его любовь к кошачьим. На самом деле, я думаю, что просто они очень милые, и нам всем это нравится. Но я не про это сейчас хочу рассказать, а про один эксперимент, довольно жестокий, по моей точке зрения, который был проведен с котиками. Возможно, как плата за токсоплазмоз. Дело в том, что новорожденных котят поместили в темное помещение, и на какое-то время их переносили, отпускали на несколько часов поиграть в комнаты, но комнаты были двух видов. Одну группу котят отправляли гулять в комнате, где были только вертикальные полоски, а другую там, где были горизонтальные. Через какое-то время эксперимент был завершен, и котов выпустили на свободу. Так вот, те котики, которые находились в комнате с вертикальными полосками, они не замечали в мире ничего горизонтального. Соответственно, если с котом играли вертикальные палочки, он ее видел. Как только ее делали горизонтально, она для него пропадала. То же самое для тех, которые находились в комнате с горизонтальными полосками, они не замечали, может, в стуле, в деревьях и так далее. Для них это было просто ноль информации. К сожалению, у нас происходит иногда что-то подобное. Мы часто упускаем огромный пласт информации, который важен для нас. Поэтому сегодня, надеюсь, моя лекция в том числе и даст какое-то видение важных глобальных проблем, чреволевого вечества, которые стоят перед нами. Ну, для начала лекция у нас экологическая. В этом году у нас год экологии. Поэтому хочется сразу немножко сказать об этом. Что такое вообще экология? Дело в том, что наверняка вы смотрите телевизор, и там практически каждый день вы слышите, что экология у нас плохая, экология у нас хорошая, экология у нас какая-то не такая, она грязная. В Санкт-Петербурге она вообще ужасная. Это в корне неверно. Экология не может быть плохой, хорошей, грязной или чистой. Экология – это наука. Биологическая наука, которая изучает связи живого организма с элементами живой и неживой природы. Поэтому она не может быть чистой или грязной. Она может быть грязной, если вы имеете в виду учебник биологии, вы его уронили в лужу. И вот тогда она действительно грязная, с этим ничего не поделать. И, в общем-то, что-то надо менять, чистить и так далее. Но в других случаях обычно люди имеют в виду не экологию, а окружающую среду. Окружающая среда действительно может быть грязная, она может быть некачественная, она может быть вредная, даже опасная для человека. И это почему так происходит? Ну, скажем дальше. С того, чтобы противостоять всевозможным вызовам, человеку нужен мозг. К сожалению, эволюцию не всегда поддерживают хорошие. И, в принципе, муравей с точки зрения эволюции настолько же совершенен, а может быть, даже и более совершенен, чем у человека. Здесь мы никак не можем ставить себя над природой, потому что многие объекты более совершенны. Но они не обладают таким разным интеллектом и не могут настолько сильно быстро реагировать на изменения среды. К сожалению, мозг человека, уникальный инструмент, который был создан в результате эволюции, на данный момент уменьшается уже довольно долгое время. Когда-то люди были умнее. Если мы сейчас возьмем каких-нибудь охотников-собирателей, которые сидят в джунглях и при помощи каменных орудий добывают себя огонь, то у них мозг, в принципе, окажется больше. Скорее всего, они умнее, чем современный человек, который живет в многополисах. Когда-то мозг был необходим для того, чтобы выживать. Ну, те люди, у которых был маленький мозг, которые плохо сам дожали, они довольно быстро погибали. Сейчас такого нет. Сейчас вам нужно обладать большим интеллектом. Есть смартфон, есть соцпакеты, есть магазины. И, в принципе, можно довольно быстро получить любую информацию и не все необходимое для жизни. И поэтому, видимо из-за этого, так как мозг это очень энергетически важный объект, который потребляет огромное количество ресурсов, человеку лучше, чтобы он становился меньше и меньше. Это внутренняя проблема любого вида, в данном случае человека. И что с этим делать, это большой вопрос. Другое дело, что эта проблема делает острее всех последующих. Потому что чем мы глубже, тем мы будем все хуже и хуже реагировать на вызовы, которые нам готовит будущее. Как я уже сказал, человек практически ничем отличается от животных. Он такой же животный, как и все остальные, может быть, менее совершенные. И все проблемы, которые грозят любому живому существу, также отражаются на человеке. Есть такой классический пример, классическая модель. Когда на небольшом кусочке территории вдруг раздражается какой-то вид, сразу включаются различные экологические факторы. Например, группа мышей занятых на протополе, но и начала дружно и весело раздражаться. И пока есть достаточно ниды света и территории, у них все прекрасно, у них геометрический рост численности населения. И это происходит ровно до тех пор, пока плотность не достигает критической массы. На самом деле, если кому-то можно привести, брать не мышей, а любой другой вид, там, уссурийского тигра, благородных овеней, если это интереснее или лучше. Но работает примерно все одинаково. Человек такой же живой организм, поэтому любое перенаселение также на него влияет, как и на мышь, ягуара, слона. Когда популяция становится плотной, настолько, что она не может дальше нормально развиваться, включаются различные экологические механизмы, которые останавливают рост численности. Для мышей, слонов и так далее, это такие вещи, как... Ну, во-первых, у них повышается тревожность, они становятся нервными, часто начинают нападать против друга, повышается агрессивность. У них кончаются ресурсы пищевые, соответственно, они начинают голодать и, по-чему, обычно погибают от головы. Дальше они перестают размножаться или плохо размножаются, а в политических случаях даже уничтожают своих детей для того, чтобы самим прокормиться в те периоды, когда, в принципе, людей нет. Таким образом, включается ряд лимитирующих факторов, которые опять приводят численность популяции на свой обычный уровень. То же самое происходит у человека. У нас сейчас одна из больших проблем – это перенаселение. Рост численности геометрически растет, и все бы хорошо, но я говорю, что если мы к этому добавим, например, такая вещь, как уменьшение мозга и игнорирование любых экологических проблем, то картина будет несколько удручающей. Дело в том, что сейчас на нашу лекцию, в принципе, было заявлено 20 человек, пришло меньше, и я думаю, что в оси или в точке кипения это первая лекция, посвященная экологии, несмотря на то, что угодно экологии. Довольно много сейчас ресурсов, которые, в случае обучения, но если их открываешь, обычно там что-то такое там вначале выпадает, ну, не знаю, управление внутренними энергиями, как очистить организм за 10 дней, как разбогатеть 3 простых совета. Очень большое количество ресурсов тренингов, но они рассказывают, в общем-то, о вещах, которые, в принципе, даже под собой никакого научного обоснования не имеют, и просто совершенно абстракт. Поэтому иногда мне кажется, что наше человечество представляет такой поезд перенаселенный в Устоке, который, в принципе, летит в довольно опасном направлении, но все читают книги из серии, как укоролять свои третьи чакры, либо очистить организм при помощи капусты. Но проблема переселения довольно серьезная, потому что те же проблемы встают и перед человеком. Первая проблема – это, конечно, ресурсы. Природные ресурсы – это все прекрасно, камень, уголь, вода, воздух – это все то, что мы потребляем. Чем больше нас, тем больше потребностей в подобных вещах. И с этим никуда не деться, все люди хотят есть, и они должны есть, и они должны решать, и они должны использовать жилище. Таким образом планета потихонечку отдает все то, что она накопила за 4,5 миллиарда лет. Существуют различные модели, по которым у нас уже должны закончиться ресурсы, и мы должны встать перед выбором, что нам дальше делать. Есть специальные шкалы или счетчики, которые показывают, насколько больше человек потребляет продукции, чем производит планета. Мы сейчас довольно сильно перешли через эту черту, когда мы потребляем больше, чем, в принципе, возможно восстановить. Существует картинка из заповедника американского, и, в общем-то, здесь тоже показано, что ресурсы истощаются, и это не только лес возобновляемый, но и невозобновляемый ресурс. Почему мы до сих пор еще не столкнулись с острой проблемой голода, например? Это, в общем-то, опять же, из-за нашего мозга, и благодаря науке, в первую очередь, биологии. Дело в том, что, наверное, одно из важных изобретений человечества – это ГМО, так называемые, здесь тоже многие опасаются других вещей, в том числе и кто-то считает, что ГМО – это опасно. На самом деле, благодаря новым методам селекции, то, что растения на данный момент гораздо продуктивнее, чем были раньше, мы, в общем-то, более-менее спасаемся от того, что мы называем ГМО. Не во всем, не по всей планете, конечно, большинство людей голодает у нас, но, в общем и целом, картина не настолько печально, как могла быть. Потому что в вопросах селекции и генетики, и производства новых продуктов, в общем-то, в биологии шагнула довольно далеко, и это действительно спасает. ГМО не может никак влиять на человека, потому что ГМО – это, в общем-то, некая процедура, а если говорить в общем, то все растения на Земле – это ГМО, они произвели ряд изменений, соответственно, все они генно-модифицированы. Многие боятся, что генно-модифицированные объекты или растения или продукты могут как-то внедриться в организм и нанести ему какой-то вред, но сложно это представить, потому что все знают, что гены могут попадать в другой организм, ну, в одном случае, если там, скорее, там, даже, да, в одном случае, только на 9 месяцев потом рождается ребенок. Все остальные варианты не работают. В нашем желудке все разлагается до составных частей, а затем, соответственно, собирается обратно в медленный порядок. Поэтому сейчас, кстати, в биологии тоже очень много прорывов в плане еды. Наконец-то было оправдываться лестерин, потому что без холестерина человек не может вообще, желчь образуется из, в общем-то, холестерина и играет в важный функцию. Поэтому необходимы есть жиры, в том числе и животного происхождения. И таких вещей, как опасность потребления соли, сахара, сейчас тоже есть очень много интересных работ, которые доказывают, что, в общем-то, ну, тут даже основываясь на логике, практически очень мало веществ, которые вредны организму, главное – концентрация. И соль, сахар, глутамат и масло можно употреблять, главное всегда говорить о количестве. Следующая проблема, на самом деле, опять же, вспоминаю о наших мышек, которые где-то там размножаются, когда их у нас очень много, уступают вспышки болезней. Это довольно распространенная вещь в природе, и для человека это уже свойство. Но человек тут, в общем-то, совершил некий лайфхак. Если мы вспомним старые добрые времена, Средневековье какой-нибудь, то там любая эпидемия выкашивала миллион просто людей. Но лайфхак был совершен Луи Пастером, который, в общем-то, обнаружил, существуют такие микроорганизмы, оказывается, в них все дело, давайте будем как-то от них защищаться. И, в принципе, люди начали защищаться. Когда все говорят про природу и экологию, вообще, в принципе, животное мир, все забывают огромное количество организмов, которые окружают нас, которые живут в нас. Это история не какой-нибудь семейного ужина, но мы должны все знать, что в нас живет примерно в 10 раз больше вирусов и микробов и других живых организмов, чем клеток в нашем теле. Поэтому мы тоже являемся средой питания для огромной количества живых организмов, которые с удовольствием в нас живут, но некоторые из них пытаются размножаться. И, в общем-то, после открытия этих микроорганизмов человечество решило, начало думать, как с ними бороться, и в итоге было открыто, например, кенецилин и антибиотики. Следующий лайфхак, в результате которого человечество решило, что все, и с эпидемией покончено, и теперь нам очень угрожает, и все, сможем вылечить кенецилин. Ха-ха сказала природа, подумала, и, в общем-то, на данный момент многие проблемы, связанные с инфекциями и эпидемией, возвращаются. В этом результате происходит то, что жизнь никогда не стоит на месте и пытается приспосабливаться. Не только человек реагирует на изменения среды. Микроорганизм в этом плане обходит его на раз. И все люди, которые когда-то лечились антибиотиками и не долечились, они обучили свои бактерии, свои болезни, свои вирусы способом борьбы с антибиотиками. В итоге у нас сейчас проблема возникает с тем, что возвращаются инфекционные болезни. Если вы зайдете в аптеку и посмотрите на огромное количество, например, противовирусных препаратов, то большинство, а в общем-то, с антибиотиками, все из них не работают. На данный момент нет ни одного противовирусного препарата от гриппа или ОРЗ. Есть один препарат, который еще более-менее работает, и то он запрещен в свободной продаже, несмотря на это, все равно его покупают, пользуются, и даже он теперь его выкисывает только совсем тяжело больным, которых надо спасать. И даже он уже не работает в 100% случае. Такая происходит гонка вооружения. Человек придумывает всевозможные лекарства для того, чтобы победить болезнь. А микроорганизмы эволюционируют и опять начинают все замыли. Возвращаясь к тому, что мозг у человека уменьшается, есть пробелы образования, человек сам подкидывает дрова в этот огонь. Есть у нас сейчас огромные направления, которые, например, антипризивочников, которые... Доправление не в нашей стране существующей, а по всему миру, большое количество населения считает, что подливки – это зло. Это неправильно. Это и объяснить, причем самое интересное, что объяснить невозможно. Скорее просят переубедить обычного человека не использовать вакцину, чем убедить человека, который решил, что вакцина – это зло, использовать. Это, в общем-то, добавляет опасения, в том числе и, возможно, у нас уже сейчас появляются эпидемии и вспышки заболеваний, такие, как в среднем. Чуть меньше, конечно, у нас все-таки медицина в этом плане хорошо лечит и это спасает. Более того, сейчас у медицины, конечно, тоже огромные прорывы и в плане всевозможных достижений и, в общем-то, многие способы даже биологической борьбы. Сейчас замечательный способ, недавно буквально прочитал как борется с лихорадкой Денге. Есть такая лихорадка, кто путешествует в Таиланд или в Юго-Восточную Азию, тоже значит, что существует такая неприятность. Сейчас она довольно сильно распространена в последние годы. Лихорадка Денге практически смертельна для местного населения, а для европейцев более-менее он нормально переносит. Но она существует по всему миру, переносит определенный век комаров и сейчас запущена большая программа в специальный комар зарождается генно-модифицированной бактерий, которые потом эти комары выпускаются на волю и они оплодоваряют самок. Самки откладывают яйца и яйца не используют. Это такая большая индустрия, которая использует, в общем-то, биологические способы борьбы с инфекциями, в том числе и такими серьезными глобальными инфекциями. Тут, конечно, медицина молодец. У нас в этом плане все лучше и лучше. Практически, ну, даже это не существует ни излечений заболеваний, и это очень здорово. Но еще есть одна проблема, которую мало кто знает, но она существует. Это генетический брус. Но сейчас человек, как вид, практически не участвует в естественном отборе. Для нас он не действует. Любой человек, каким бы он неказистым, слабым или глупым не родился, он все шансы оставить потомство дожить до преклонных лет и спокойно прожить всю целую жизнь. Но существует такая штука. В каждом поколении у каждого человека возникает примерно 100 новых мутаций. К счастью, не все эти мутации вредны, но примерно в среднем 7 мутаций из них действительно опасны. Таким образом, каждое поколение в человечестве получает плюс 7 новых мутаций. То есть, прадедушка получил 7 новых мутаций, прадедушка получил 7 плюс 7 уже 14, дедушка 7 плюс 7, 27 и так далее. Причем это удивительная история. Непонятно, как мы с таким генетическим грузом живем. В природе все просто. Если мутация становится слишком много вредных, то эта волосы просто ниже не способны. И, в общем-то, таким образом идет отсек. У человека это нету. И это проблема, которая, в общем-то, существует. Если добавить к этому уменьшение головного мозга, а еще к этому можно добавить еще одну интересную проблему. Дело в том, что сейчас эволюция работает против человека. И вот что с этим делать, это вопрос. Дело в том, что сейчас выживают, получают преимущества и оставляют больше потомства глупые люди. Ну, условно говорим, глупые и умные, да? Ну, скажем так, люди склонные к образованию, которые получают первое выше, второе выше, которые строят карьеру и так далее. Они по статистике оставляют потомство, может быть, даже столько же, но они чуть позже это делают. Они сначала строят карьеру, они сначала получают диплом и только потом задумаются о семье и дети. И люди, менее обремененные склонностью к обучению или вообще к рассуждению, делают это довольно быстро. Понимаете, что это довольно грубое соотношение. Но, тем не менее, в общем и целом, отбор идет не в сторону умных или не в сторону людей, которые хотят стремяться к образованию. Да, у них потом, может быть, столько же детей, даже больше, но так как они стартуют позже, то они проигрывают довольно сильно. И к тому времени, когда у них будет три ребенка, у человека, который начал не создавать семью в двадцать лет, уже будут внуки появляться. И таким образом мы получаем генетический груз, некие проблемы человечества в будущем и стремительное уменьшение IQ, интеллекта, популяции в целом. И вопрос, насколько... Ну, в общем-то, это, может быть, именно поэтому мы сейчас видим то, что видим. Да, сейчас всерьез обсуждаются такие проблемы, как, ну, вот, что вакцинация – это плохо, что ГМО – это опасно, что бунтамат нельзя есть, что земля плоская. Ну, не знаю, я бы даже в детстве с этим не мог подумать, что мы пойдем к тому, что сейчас действительно обсуждают за плевок, что земля плоская, и есть огромное количество людей, которые этому подвержены. У нас, кстати, ситуация получше, если сравнивать статистику с Соединенными Штатами и Америки, там вообще это, ну, совсем труба, то есть там... И вопрос самый главный – успеет ли человек решить все свои проблемы до тех пор, пока им не станет все равно. И оно будет смотреть сериал или сидеть в компьютере, играть в доту, и больше ничего не будет у нас. Ну, перейдем к следующей картинке. Еще одна проблема. Тут у нас нарисован такое милое животное. Во время, когда я учился в университете, ходила такая бань, на филфаке особенно. Какой-то студент взял конспект на экзамен списать, и там был, кто там у нас, Достоевский, кто-то знаменитую фразу сказал, что человек по природе добр. Он переписывал конспект с этой лекции, и все списал, все подготовил, все отлично, все ходил, и пошел к преподавателю отвечать. И он бойко отвечает, преподаватель кивает, все хорошо происходит, все замечательно, все идет на пять, и тут он выдает. А еще вот он говорил, что писатель, что человек по природе бобр. Ну, преподаватель в шоке, почему бобр, точно уверенный. А он точно уверен, потому что он видел там написано «Человек по природе бобр», конспект был отличный, тот ошибаться не мог, и он, соответственно, продолжает. Да, бобр. Ну, понятно, что Б было написано, на самом деле, был добр, но Д было написано как Б, с верхней закорючкой. На самом деле, если подходить с точки зрения экологии и биологии, человек по природе бобр. И это удивительно. То, за что ругали на филфаке, на биофаке, возможно, бы даже оценили на положительную отметку. Чем мы похожи с бобрами? Дело в том, что бобры – это один из немногих организмов, которые могут изменять окружающую среду. Я часто бываю в Невинственном и Государственном заповеднике, у нас там Латвичская рентгологическая станция, где мы, в том числе, и кольцуем птиц. И очень интересно наблюдать за природой, в которой нет человека. Заповедник – это прекрасно тем, что туда въезд, вход запрещен, только в рамках экскурсий. Кстати, мы туда делаем иногда экскурсии. И там был такой интересный пример как раз с бобрами. Как-то они раскладились. Все мы знаем, что они строят хатки и плотины для того, чтобы скрыть вход в нору под водой, ну и, соответственно, добраться до какого-то корма по воде гораздо удобнее. Поэтому они загружают очень большие территории. И в заповеднике был как раз такой случай. Бобры построили очень много плотин и в итоге залило огромный кусок леса. Причем было обидно это смотреть. Лес стоял несколько лет в этой воде и в конце весь высох. И было жалко, потому что нет человека. Никто не может там ничего сделать. Вроде все, территория сохранена и защищена, а нет, пришел бобр, все затопил и, соответственно, лес засох. Ну, через какое-то время была очень холодная, голодная и суровая зима. И на территорию заповедника пришли волки. Волки, опять же, склонны к обучению, могут ли животные думать или нет. Они, конечно, очень живые организмы. И волки не стали нырять к бобрам через хатку, а есть они очень хотели. Поэтому они просто взяли и разобрали сверху, проникли к ним через потолок. Причем бревна там были довольно массивные. Туда наверх бобр складывает самые толстые бревна, чтобы обезопасить. Но волки очень хотели есть и не съели себе бобра. Соответственно, плотины все разрушились. Через какое-то время вода ушла и получилась огромная пустая территория с постой. Было грустно это смотреть, но прошел год, еще два. И через какое-то время там вскипела жизнь. Там все деревья, которые высохли, они сразу покрылись грибами. Они поселились жуки, они начали делать там ходы. За этими жуками из Коми прилетели дятлы, всевозможные птицы. Дятлы начали долбить, делать дуплы. В этих дуплах поселялись другие птицы. Очень много грызунов было, соответственно, хищники на них...